Всем доброе утро! Сегодня я начинаю новый влог, но я сегодня не буду в кадре, потому что уже даже неудобно как-то говорить, но Лев опять заболел, мы сходили в детский сад и ночью у него поднялась температура 39,7. Вообще такую температуру у него никогда не видела, так что я не в лучшем состоянии, две ночи уже нормально не сплю, потому что лекарства приходится давать. Так что, ну просто вам в этом видео покажу много всего, чего мы там украсили, как, покажу, какие мне покупки с Алиэкспресс пришли. Вот, тоже все для праздника. Вот, а так у нас, конечно, прекрасная погода, жалко, что погулять не сходить, потому что температура постоянно и очень-очень плохо сбивается, но ничего страшного. Надеюсь, что скоро мы поправимся и войдем в свой привычный ритм. Вот, посмотрите, прям зимняя сказка. Я еще много снимала, когда мы в садик ходили, вот в садика шли. Красота просто неописуемая, у нас давно не было такой зимы. Вот, поэтому, если кому интересно, посмотрите и давайте приступим к видео. Я сейчас наряжаю елочку, которую заказала на Алиэкспресс. Это такая деревянная, знаете, на стене она вот так вот висит, очень-очень красивая. Я специально для нее подобрала вот такие вот игрушки, чтобы были, знаете, такие, как типа эффект старины в елке был. Вот, сейчас принесла еще парочку, потом полностью наряжу и обязательно вам покажу. Я в восторге, снимать мы ее не будем. Решили с Женей, что будет у нас место просто освещения и пускай висит круглый год, как деталь интерьера, просто такая вообще потрясающая. Стоила, по-моему, в районе, ну, вот там, помните, были акции. В общем, заказала я ее где-то за 8 евро. Вот, гирлянды обмотала сама, гирлянда там за 3 евро. И вот такая елка получилась. Вот, потом подальше сейчас наряжу ее, как говорится, и покажу вам уже подальше. Вообще, она, конечно, очень-очень красивая и очень красиво смотрится удачно. Ссылки все оставлю вам в описании под видео. Вот, если кому-то будет интересно, может быть, заказать такую в качестве, ну, даже, знаете, как прибор для освещения с помощью гирлянды, потому что света она дает достаточно. В комнате вот так вот, небольшой такой, знаете, полумрак, но все прекрасно видно. Если рядом сидишь, вообще даже читать, книжку можно. Вот, так что наряжу и покажу. Так, короче, нарядила я ее вот так вот, на середину, вот сюда вот не осталось игрушек, потому что я хотела, знаете, в такой определенной тематике, чтобы они были никаких шариков, а именно из игрушек состояло. Не знаю, может, потом докуплю сюда две какие-то игрушки, может, звездочки красные или что-то такое. Ну, в общем, от этой елки я просто в восторге. Кому ее не показываю, она всем очень нравится. Ой, смотрите, как красиво. У нас вообще самая настоящая зима. О, птицы полетели. Мама, смотрите. Что это? А! Ну, куда ты? Пойдем. Очень красиво. На садик ходили с садика, сейчас идем. Вот. Лё, там машина едет, пошли. Такое солнце красивое. Давай руку. Видишь, машина едет. Сейчас подождем, пока она проедет. О, здесь у нас вообще тоже красота. Как в деревне у бабушки. Все такое маленькое, миленькое. Сейчас будем еще три часа до дома идти, пока Лев в каждом сугробе остановится. Солнце-то красиво светит. Все. Нету сил. Так, сейчас я вам покажу последние игрушки, которые я уже купила в этом году. У меня лимит обычно 5 игрушек в год я покупаю. Вот. Собираю свой чемодан. Просто часто меня спрашивают, где этот чемодан купила. Чемодан я купила в магазине Юск 10 лет назад. Ему 10 лет уже, вот. Они долго еще там продавались. Ну, сейчас вот не знаю. Но многие меня про него спрашивают. Он все руки в блестках. Игрушки трогала. В общем, зашла в магазин. У нас там была распродажа 30% всего товара, потому что магазин закрывается, к сожалению. Нерентабельно его держать. Вот. И поэтому я взяла одну вот такую вот. Точнее, две таких одинаковых игрушек со звездочками. Вот. Есть у меня еще такая большая. Только она такая тяжелая. Вот эти вот прям легкие игрушки. Но очень красиво. Единственное, что я говорю, смотрите, с них сыпется. Прям вообще у меня по всему лицу, по всему телу эти блестки находятся. Вот. Очень красиво. Дальше, что я там увидела и тоже взяла. Это вот такая вот сова. Я обожаю такие игрушки, знаете, которые с таким эффектом старины. Она бронзовая, да, наверное. Или медная, или бронзовая. Не бронзовая. Вот такая вот сова. Обязательно ее повешу на самое видное место, потому что она мне очень-очень понравилась, красавица. И последнее, что я там взяла, привлекло меня внимание. Это вот такая вот прекрасная стрекоза. И жалко, что она была только одна. Но в плане того, что не было там ни жуков других, никаких. Вот только стрекоза такого типа. Золотая очень красивая тоже игрушка. Вот. Поэтому вот четыре еще докупила и жду лошадку. У меня есть вот такая лошадка-качалка. И теперь вот на елке будет зеленая тоже висеть лошадка-качалка. Только уже как елочная игрушка. Вон, пришла тут моя подруга. Ну, как будешь выбираться? Она вчера этот шарик схватила, по всему дому его таскала. Я, конечно, не разрешаю, потому что нажрут со всего всякой гадости. А потом плохо. Уже старые такие девочки-то у меня. Боюсь, что может что-то случиться. Так что вот. Что еще хотела показать? Потом уже по мере видео покажу. Так, сейчас вам покажу, как я елку украсила в итоге. Ну, обязательно что-нибудь еще перевешу. И прежде хотела вам показать вот такой вот адвент-календарь, который мы Леве покупали. Он 5+. Идет. Вот. Ну, в принципе, лего ему нравится. И поэтому решили заказать. Видите, здесь такая есть эта... Как ее? Ну, площадка, на которой вы потом можете разместить все, что вы достали за 24 дня. Вот он открывает это все. И мы потом вместе собираем. Интересные такие игрушки. Там фигурки попадаются. Очень классно. Обязательно в следующем году, если будет подобный календарь, куплю. Потому что собирать интересно, открывать интересно. И не сладко это банально, а вот именно лего-календарь. Первый год такой увидела. У женщины купила. Не помню, за сколько? За 30 или за 25 евро. Точно уже не помню. Так. И теперь давайте вот к елке перейдем. Вот. Видите, снизу у меня, значит, такая инсталляция. Все в кучу уже тут свернулось и я переставляла. Но я обязательно еще этим займусь, потому что сейчас особо не было времени. У нас вообще здесь такое недавно произошло. У меня умер одноклассник мой. 36 лет всего. Так что я в трауре просто была. Всю жизнь его знаю. И вот такая беда приключилась. Вообще ужас. В общем, значит, елка выглядит вот так. Сейчас на ней гирлянда пока не включена, потому что я обнаружила, что она гораздо симпатичнее смотрится без гирлянды. Потому что когда светит гирлянда, все вот эти просветы и заметно, что елка не густая. Вот. Но это икеевские елки. Они типа все у них такое как бы минимализм, все такое натуральное, кроме мебели. В общем, ну, кстати, мебель тоже есть из натуральных. Смотрите на эти иголки. Они просто как настоящие. Вот. Я думаю, что в следующем году или еще в этом году сделаю, припорошу их немножко снежочком. Мне кажется, что тогда вот объема еще добавится. Вот. Елка сама это метр восемьдесят. Вот она такая высокая-высокая. Вот. Тут еще надо с ветками мне немножко подшаманить, потому что в прошлом году я сделала так, что она была очень густая. Повесила как раз новые игрушки на нее. Сову. Никакого принципа наряжания игрушек я не придерживаюсь. То есть там одинаковые какие-то вешаю. Нет. Мне нравится, когда игрушки висят абсолютно разные. Вот. Но более-менее выдержан цвет. Это золото. Какие-то медные такие игрушки. И парочку зеленых. И, конечно, я в следующем году, знаете, хочу вообще нарядить ее побольше в черные игрушки. Мне так понравилось, как черные игрушки смотрятся. Вообще, я просто балдею. Вот. Ну, все игрушки вы эти видели. Мишки мои из Нарвы, приехавшие от Лены. Она мне в прошлом году их прислала. Их два. Вот. Шары все вот эти золотые. Цвет шампанского. Пегасы. Там все очень красивые игрушки. Жду еще лошадку. У меня есть вот такая. И я заказала зеленую лошадку вот сюда. В таком, знаете, состаренном типе. Обязательно сюда закажу. Вот. Так что вот такая елка. И также нарядила полку. Сейчас я вам включу гирлянду. И вы посмотрите, как она выглядит, когда гирлянда включена. Ну, сейчас дневной свет, конечно, не особо понятно. Ну, вот так она как-то выглядит. Вот с гирляндой. Вот. Видно сразу начинаются вот эти вот просветы, прорехи. Но я думаю, чем-нибудь закрою. Или все-таки я сделаю искусственный снег. И тогда будет намного красивее она смотреться. Вот так. Тут уже моя волосинка повисла. Или что это? Ой, игрушка упала. Надеюсь, не разбилась. А, это не волосинка была. Это от этого, от бечевки. Машинка обалденная. Ну, все очень-очень красиво. Вот. Так что вот так полочка. Может, еще что-то к Новому году придумаю. И помните, я говорила, что я с Алиэкспресс заказывала вот эти вот листики интерьерные, которые можно вешать на стенку, над кроватью, да над чем угодно. Я взяла два варианта. Вот такой зеленый и с коричневыми бежевыми листьями. Немножко другой как раз под стенку, которая в моей комнате. Очень мне нравится. Вообще красота. Там болтик надо один выкрутить. Но у нас краска эта зеленая ушла на всю эту стенку. Вот. И поэтому пока его не выкрутим, либо что-то потом повешу. На нее еще можно вешать гирлянду. Я видела такие варианты. И тоже смотрится просто шикарно. Поэтому вот прям рекомендую. Если хотите немножко разнообразить недорого интерьер, то мне кажется, вот эти варианты просто идеально подходят. И вот они, видите, коричневые листья. Я их пока просто сюда повесила. Они сначала в спальне висели. Но мне кажется, они вот как-то сюда больше подходят. Все. кто кислая? Кто кислая? Это. Попробуй. Да кислая. Кислая? Ну сейчас я тебе налью иди. Ну вкусно же это, лимонад. Мне кажется, просто она по цветам сюда намного больше подходит, как бы, чем зеленая. Хотя цвет стены и того достаточно нейтральный, но все равно здесь она мне больше нравится. Если кто-то любит украшать вот такими вещами дом, на самом деле действительно смотрится очень удачно, то ссылку я оставлю вам в описании под видео. Так, и хотела вам показать вот как раз видео последней книжки, которые я на данный момент купила для льва. Вот. Я обычно... Просит меня, точнее, показывать видео, когда я об этом говорю. Но я также группу в Телеграм выкладываю с советами, если у кого-то есть. Ну, знаете, бывает сдержка речевого развития, допустим, может, у ребенка там большой словарный запас, но он до конца не может выразить свои мысли. И вот мы как бы по этим разным книжкам занимаемся. У льва сейчас с речью... Ну, я уже говорила, что примерно... Вот ему сейчас пять лет, а речь у него примерно где-то, может, года на четыре с половиной развита. Но это все мелочи, она дальше развивается. Я уже вижу, как он хватает просто, знаете, с... Как сказать? Ну, хватает слова уже с... Боже, вот. Хотела сказать со среды и забыла это слово. Вот. Я заказала ему вот такие книжечки на четыре-пять лет. Вот ему как раз пять лет. Вот это меня очень прямо интересовало. От слова к рассказу развиваем речь. Здесь очень удобно. Смотрите, здесь картинки, по которым вы задаете вопросы. Вот. Это... С этим он все легко справится, как бы. Но мне нужно, чтобы его речь была более развернутая. Хотя он говорит предложениями, длинными, ведет диалоги там. Но все-таки чувствуется, что есть у него какой-то затык, где-то он стесняется говорить. Хотя слова, которые он говорит, предложения, которые он говорит, он достаточно четко произносит, его как бы понимают все. Но он чувствует, что он немножко отстает с речью, поэтому есть у него проблемы. Он с удовольствием занимается. Мы садимся, откладываем все и вот по таким книжкам занимаемся. Так что очень советую. Умные книжки называются. И они прямо вот такими сериями идут. Четыре-пять лет, пять-шесть лет, два-три года, один-два. В общем, смотрите по вашим потребностям. Я взяла вот эти вот цифры, числа. И с этим он вообще уже очень давно отлично справляется. И складывать он умеет, и вычитать умеет, и количество уже сто лет назад понимает. Но все равно закрепить не лишнее. Потом вот это вот очень тоже была важная книга для меня. Это называем «Дни недели и месяцы». Это важно знать. У нас есть таблица, по которой мы тоже тренируемся. Но прям конкретно я этим не занималась. Я просто называю ему «Какой день». Он знает, что выходные – это суббота, воскресенье. Потому что если вы спросите, какие выходные дни, ты знаешь, он скажет «Суббота, воскресенье». Но какой день, он пока я ему не скажу, он еще в этом не ориентируется. Поэтому мы этим как бы особо и не занимались. Я вообще не знаю, когда я сама в каком возрасте знала, когда. Вот эти вчера, сегодня, завтра, поэтому он все знает. А вот этим мы как раз и будем в ближайшее время заниматься. Вот. Так что советую. Очень мне понравились эти пособия. Все красочно, картинки крупные, текст крупный. И скоро мы уже переходим к обучению чтению. Уже четыре дня пробовали по слогам читать. Ну, пока не очень хорошо идет. Но я думаю, что четыре дня – это, конечно, не показатель. Так, наверное, последнее, что я буду сегодня показывать, мне… И, кстати, да, заодно покажу вот такая классная корзинка. Мне пришла с сайта Алиэкспресс. Как она мне нравится. Заплатила я за нее 6 евро. Очень красивая, твердая такая. Там были разные размеры. Вот. Я выбрала себе вот эту. Но я с удовольствием купила и остальные размеры, потому что, ну, очень люблю такие вещи. Вот. И хотела вам показать маленькие приятности. Мне одна моя зрительница из Беларуси, она уже смотрит меня очень-очень много лет, присылает мне второй год вот такие вот открытки с разными поздравлениями. Вот так приятно получить настоящее письмо. Вы себе просто не представляете. Открытки очень красивые. Вот. Оставляю всегда себе на память. У меня лежат в ящичке как, ну, памятные какие-то вещи. Так что огромное спасибо, Полина, тебе за такие приятности. Действительно, очень приятно. Вот. Так что мне еще было? Ну, поднос этот, про меня, меня часто, кстати, про него спрашивают. Это поднос с H&M. Купила его уже много лет назад. Ну, наверное, как минимум 5 лет назад. Забрала его с кухни сюда, потому что на кухне у меня теперь другой поднос стоит. И в этой комнате, да, я уже показывала, что у меня вот такая вот елочка. Это я пока просто туда понавешивала. Буду все убирать потом. Останется только елочка. И еще несколько будет украшений. Ну, будет еще, наверное, видео в начале января. Может быть, в конце декабря еще успею сделать до Нового года. Надо куда-то некрасивую розетку вот эту спрятать, потому что бесит она меня из-за того, что провод от гирлянды короткий. Вот. На окне у меня здесь вот просто обычная такая композиция стоит. И вот такую звездочку я поставила, которую я заказывала с сайта Синсай. Вот. А так в этой комнате у меня вот так вот. Так что, да, это, наверное, все, что я на сегодня хотела показать. Если у вас будут какие-то вопросы, то обязательно пишите в комментариях. Прошу прощения, что я была не в кадре. Ну, по объективным причинам очень себя плохо чувствовала и выглядела тоже не очень после всех этих болячек. Но надеюсь, теперь как бы все. И увидимся в следующем видео. Всем пока!